гамарджоба всем продолжаем наше путешествие по грузии и сегодня мы уже вдоль грузинского побережья черного моря добрались до самого популярного города в грузии батуми кстати автономная республика аджария эта информация для тех кто не знал что я отметил и своим детям которые являются ярыми поклонниками хачапури по аджарски уже при самом въезде в город висят объявления о сдаче жилья в аренду с контактами и отсюда же открывается живописный вид на самую популярную посещаемую часть города доехав на нашей машине до центра города в район морского порта мы решили пообедать оставили нашу машину на платной парковке в районе канатной дороге арго и пошли гулять пешочком по набережной поисках хорошего заведения он парашютисты летают судно какое-то еще контейнеровоза на 1 сухой грузы вот порт видимо вот так вот батумий еще на самой парковке возле нашей машины с казахстанскими флажками наклейками нас по ним узнали наши земляки из караганды которые позже разговорившись подсказали нам хороший обменник и рыбный ресторанчик в районе рыбного базара обменяв немного долларов на лари мы двинулись по улице баку собственно по которой приехали пешочком через мост в сторону рыбного базара гуляя по этой улице мы шли вдоль морского порта спрашивали у местных и многие до подтверждали что лучше покушать все-таки там в районе рыбного базар чека мы прошли несколько километров хорошая пешая прогулка получилось ну есть что посмотреть пройдя мост чувство с приближения к рыбному базар чеку так как было уже оживленно так вот подходя к нему таксисты принялись разрывать нас по своим заведениям видимо с которой получали свой процент но мы им отказали и все-таки прислушившись к совету наших земляков направились к ресторанчику балаган хотя ресторанчиком его назвать конечно тяжело простенький такое больше похоже на какое-то кафе или не знаю бестро может быть несколько этажей мы поднялись на второй этаж заведение внутри тоже простое также как и снаружи но очень богатое меню очень вкусно заказали мы там сибас дорада еще какая-то мелкая обжаренная рыба хачапури понятное дело там несколько разновидностей хачапури напитки и так далее но сразу скажу чек у нас вышел не маленький сейчас вам покажу и в лари и в долларах деньги в рублях забегая вперед сразу скажу что это был самый крупный самый большой чек за всю нашу поездку те заведения куда тянули таксисты конечно уже относились скорее всего к ресторанам потому что находились непосредственно на самой набережной кухня на земле так скажем на берегу а вот сам ресторанчик где сидят посетители сделан наподобие пирса это у всех ресторанов буквально смотришь вдоль всей набережной только вот такие вот помосты типа пирсы над водой и там большое количество столов и стульев и под таким навесом под типа маркиз сидят клиенты посетители ну прям можно сказать ты кушаешь над морем над водой и чайки шум моря конечно это такой вайп но по ценам я сразу скажу там обошлось бы нам ну как минимум в полтора в два раза дороже это точно потому что мы так вот бегло видели меню цены в лари да и примерно понимали что там чек такой нехилы просто из-за локации из-за вида на море но для нас тогда важнее было именно покушать покушать вкусно ну и желательно недорого поэтому вот такой лайфхак то будет батуми имейте ввиду районы рыбного базар чека есть опция где ты выбираешь живую рыбу любую живую рыбу которую ты показал ты его можешь даже сам половить все хочешь ты можешь просто пальцем указать и тебе ее при тебе же выловит или сам выловишь и тебе ее по тебе же и приготовят принципе такая опция есть просто это занимает определенное время у нас лишнего времени не было мы предпочитали лучше больше погулять поэтому мы уже выбрали готовую рыбу в меню поэтому это для тех кто будет там есть вот такая опция если хотите хорошие виды то можете непосредственно в этих ресторанчиках над самой водой после всей нашей прогулки вернулись к машине но небольшие трудности возникли при оплате платной парковки не совсем было для нас понятно и все практически там написано на грузинском благо нам помогла девушка которая торговала рядом нам и иностранцам которые тоже подъехали за нами не они не мы не могли самостоятельно разобраться благо нам помогли стоимость за несколько часов стоянки на той платной парковки составила 3 лара ну сейчас в рублях доллар хитинге я вам тоже покажу сколько вот так вот здание здесь обросшие зеленью батуми пальмы зелень вот приближаемся к центру вот какие строения здесь архитектура супер перестроюсь вот он батуми ежегодно почему-то не пропускает я тоже не буду кашу под местного после такого плотного обеда погуляли по черноборской набережной батуми том числе у всем известной подвижной статуи оленина вот наконец-то я отдал руль сыну правда опасно с ним чуть-чуть он еще и без линз вот мы едем проезжаем али и не но вот наша вся семья карасартовых батуми я за рулем да пальмы сейчас учат пальму чуть не все что-то куда экстремал шашечки батуми шашечки я полиция 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 это мои на самом деле да 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 а а а а а а так много да а 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 ты вот если у меня без этого у нас ноги поищут о-о-о-о, стерок хороший на что мы такой не взялись? ну да я-то нас сверху перевернуло классно худеем, да? худеем не, 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 заноси не, 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 заноси эй, мы шторм походили, да? ну вот, дили, надо туда пойти, где никого нет да, да, да смотри, ты можешь здесь подлить смотри, мол рулит где это все, ну? прижми прижми а у нас еще полиция у наса не походили не пойти я работаю единий 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 ух уже устало и моя душа я в Батуми это вообще на сегодня педаль не проехать Розия, ты не устала? может, не будешь? отдохнешь? нет Гульза страдает от жары теперь черное море но уже в батуми тут пляж каменистый смотрите вот такие камни вот такой пляж тут набережка это вот грузинский байтирек тоже лифт подымается людей подымают тут шар сверху вот такие вот строение я не унесет не бойся так в общем центр батуми погуляли все теперь выезжаем в сторону сарпи на турецкую границу вот так вот по батуми катаемся вот с таким флажком с такими наклейками почему такой патриотический карнивал у нас получается интернациональный машина грязная еще казахстанская грязь все никак времени эту помыть ладно все поехали мы дальше вот красивое какое здание высокая смотрите весь проспект вся улица с брусчатки выселена вымощена в общем друзья город нам очень понравился наконец-то мы для себя открыли батуми город очень зеленый живой красивый есть где погулять есть что посмотреть езди покупаться езди вкусно покушать а большего нам как туристам и не нужно многие говорили что ночной батуми тоже очень красив но ночную прогулку по этому городу мы запланировали уже на обратном пути возвращаясь и турции и если будем неспешно возвращаться и будет запас по времени то возможно остановимся на ночь или даже несколько дней выезжая из батуми решили дозаправить наш автомобиль до полного бака так как слышали что в турции топлива еще дороже чем грузии так очень заехали на заправку в батуми тут внутри нету кассира надо сидеть машине не выходить человек сам ходит сам заправляет поставил пистолет и вот кассовый аппарат там расплачиваешься 24 июля заправились в батуми пробег 111 893 пройдено 347 едва вчера сейчас обновляю общий пробег 348 5 километров все выезжаем с арпи на грузинско-турецкую границу в город трапзон одни обменники вот мы сейчас перед сарпи до сарпи это пару километров осталось обмени справа слева заправки смотрите какая красота какая-то крепость стена это гонио красота средневековье по ходу вот подъезжаем к границе сарпи автобус высаживает пассажиров сюда ходят рейсовые автобусы таксисты и вот впереди флаг грузии граница флаг турции вон все вот отсюда начинаем стоять пропускать встречные автомобили подъезжая к самой границе сарпи несколько гражданских ребят указывали нам дать правее и заехать в кармашек для чего непонятно ну прям уверенно так нам указывают давайте давайте туда заезжайте я поинтересовался чего они хотят они типа на оформление страховки хотя их об этом никто не просил я думаю странно ну ладно спросил стоимость груз сколько у вас стоит страховка на 30 дней говорят тысячу сто сначала тысячу двести ну типа за тысячу сто лир мы вам сделаем страховку хотя накануне я заранее у одного человека договорился и сделать за гораздо меньшие деньги поэтому естественно я им отказал выехал но они вот не отстают прямо один чуть ли не на капот кидается нет нет давай у нас делаешь я ну там грубую ты типа иди отсюда елки выворачиваю и еду напрямую границы граница вот прям пограничники таможники видят все это и подъезжая к самой границе один из них бежит и там уверенно так нам кричит что типа вас туда не пропустят без страховки и дешевле страховку вы нигде не найдете ну я не обращаю на него внимание подъезжаю к пограничнику останавливает тот меня жезлом и тут этот подбегает парнишка гражданских к нему и что-то ему там на ухо шепчет на своем там не знаю на грузинском или на турецком не и указывая на нас я понял что у них вось вось там как говорится они там друг друга знают ну понятное дело видать долгие годы друг друга как говорится видят и каждый день у них там уже какие-то взаимоотношения поэтому я так что подумал как бы тот нам ничего там не запоганил но друзья об этом о том как мы прошли границу где я покупал страховку за какую сумму и о многом другом я расскажу вам уже в следующем видео поэтому благодарю всех за просмотр ставьте лайки пишите ваши комментарии и не забудьте про подписку с колокольчиком чтобы не пропустить следующие выпуски все всем добра мирного неба и здоровья пока 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 Субтитры создавал DimaTorzok